Карта Парижа, она существует так же, как астрологическая карта Москвы. И знакомство с астрологической картой Парижа, это как раз-таки наш с вами приоритет. Как она устроена? Как она устроена? И здесь, безусловно, вот те энергии, которые дает Париж, эти энергии способны нас очень сильно подпитать. Очень сильно подпитать. Вот согласитесь, что не просто так родиной ароматов и запахов стала Франция и столица Франции Париж. Значит, что-то есть в этом городе, что-то есть в этом городе особенного такого, которое способно, способно было дать соответствующие энергии. Соответствующие энергии. А что особенного есть в этом городе? Ну вот, современный Париж, одна из достопримечательностей современного Парижа, Эйфелева башня. Это как, ну вот такой, как элемент лица города, да, символ Парижа, Эйфелева башня. А что говорят французские парфюмеры и агрологи? Они говорят, что Эйфелева башня – это памятник не Парижу. Эйфелева башня – это памятник духам. Что эта башня, она символизирует флакончик французских духов. Ну такой огромный флакон, конечно, французских духов, за который любая женщина, готовая со многим расстаться. Потому что, ну, нет лучше итальянской обуви, нет лучше французских духов. И дальше можно перечислять, что есть у каждой страны, такое, что лучше этого никто не может делать. У Франции это духи. Не может быть духов лучше, чем французских. И Эйфелева башня – это флакончик духов, только такой, возведенный в мега-мега масштабе. То есть каждый флакон духов – это, по сути, некая-некая Эйфелева башня. Ну а то, что жидкость в пузырьках – это магия, магия искусства, магия гениальности, об этом вы уже знаете. Потому что конструировать ароматы – это адский труд. Каждый бренд – это многолетние тяжелые усилия, и способны на эти усилия только гении. На языке парфюмеров запахи называются нотами. То есть они как бы соединили одно искусство с другим. Они не говорят слово «запах», «запах жасмина», «запах лаванды», «запах арбуза» и так далее. Они говорят «ноты». Они употребляют для запаха термин «ноты». И каждый парфюм, он содержит три группы нот. Три группы – это базовые ноты, базовые, это ноты сердца, а не так называют, ноты сердца. Это не в смысле влияет на сердце, как орган, а это срединные ноты. Итак, базовые ноты, ноты сердца и ноты головы. Ноты головы. То есть получается, что каждый парфюм – это как человечек, как некий человек. Они к каждому парфюму относятся, парфюмеры, как к одушевленному существу. Как к одушевленному существу базовые ноты, ноты сердца и ноты головы. Подойди. И ноты головы. Базовые – сердце и голова. Как это соединяется между собой? Базовые ноты – это начало изготовления парфюма. Потом добавляют ноты сердца и в конце ноты головы. Вы поняли, что я не про музыку сейчас? Они называют запахи нотами. Как будто они не парфюмеры, а кто? Композиторы. И как композитор парфюмер составляет, то есть получается, что каждый парфюм можно сравнить с мелодией, с музыкальной композицией, которая состоит из нот. Ноты головы, ноты сердца и базовые ноты. То есть это все как люди. Каждый парфюм – это как люди. Но мы зайдем с вами издалека. А начнем мы со слова, которое известно вам всем. И это слово – кельты. Кельты. Большинство из вас было у нас на курсе астрологии друидов и кельтского таро. Я бесконечно благодарен моим коллегам, современным кельтам. Во-первых, это была первая астрология мировая, которая открылась в нашей школе. Потом все остальные пришли. Все – Китай, Индия, Майя, Тибет и так далее. Первыми были кельты. А во-вторых, кельты нам очень помогли. Они продвинули меня в институт света и появилось еще благодаря их протекции. И многое другое, что благодаря их протекции. Так вот, коллеги, кельты – это как раз и есть те, кто основал когда-то Париж. Основал Париж. Париж был основан как поселение кельтов. И карта Парижа, она будет связана с кельтской астрологией, которую, повторюсь, вы изучали. Астрологическая карта Парижа – это было небольшое поселение кельтов. Оно называлось Лютеция, не Париж. Оно называлось Лютеция. Лютеция. Похоже на геомантичную. Лютеция. Лютеция, но это не одно и то же. Лютеция. Оно называлось. И сам народ назывался Паризией. А откуда город Париж – Паризией. То есть, люди назывались Паризией, а поселение называлось Лютеция. Лютеция. Лютеция, точнее. Лютеция. Ну, а эта вот Лютеция, она оказалась между молотом и наковальней. Снизу римляне сюда хотели вторгнуться. А сверху рунисты, германцы, скандинавы сверху туда лезли. Снизу римляне, сверху германцы, и выстоять против такого с двух сторон прессинга кельты, конечно, не могли. И когда римляне пытались их захватить, у них ничего не получилось, но они сказали, ради бога, пусть живут, назовем это место Париж. То есть, Париж от названия Паризии, от названия кельтского племени. Кельтского племени. Вот так выглядели эти самые Паризии. И где же было это поселение? Оно располагалось на острове. На острове. Теперь это самый центр Парижа. А когда-то, кстати, похоже на московскую историю, ведь Москва, вы знаете, вся была внутри Кремлевской стены. Когда-то. А весь Париж когда-то был на одном острове. Как этот остров называется? Остров Сите. Остров Сите. Он находится, река Сена. Остров Сите. Римляне попытались захватить, что сделали Паризии. Они сожгли мосты и вообще подожгли все свое поселение. Подожгли. И римляне сказали, какие-то они сумасшедшие, эти Паризии, пусть живут. Ну, то есть, римляне оставили их в покое, пусть живут на этом острове, а само место римляне назвали Париж. И таким образом появился Париж. А когда он появился? Вот это мы подходим к самому интересному. Есть точная дата основания Парижа. Вот у Москвы, к сожалению, мы не знаем даты. Не знаем, потому что Москва существовала с давних времен и точной даты. То, что мы отмечаем в сентябре, как день города, не более чем условность, связанная с Юрием Долгоруким. Москва уже давно была. Когда вот эта дата, которую в сентябре, ну, когда-то надо отмечать, ну, пусть вот решили в сентябре. А у Парижа дата есть. Это 8 июля. 8 июля 52 года до нашей эры. Дата основания Парижа. 8 июля. Вам знакома эта дата? Не в связи с французской историей, а в связи с российской. День семьи и любви. Это день Петра и Февронии, который объявлен теперь национальным праздником России, как день семьи, любви и брака. Это наши сегодняшние ароматы будут. Это наша сегодняшняя тема. Ароматы семьи. Как сохранить семью с помощью ароматов, укрепить семью, сделать семью крепкой и прочной. Это наша сегодняшняя тема. Так вот, удивительное совпадение, что именно эти Паризии, кельтское племя, 8 июля 52 года до нашей эры основало город Париж. И 8 июля это день любви и семьи. Любви и семьи. И вот такое поразительное, поразительное совпадение. Современный Париж, конечно, по аналогии с Москвой, давно покинул свои первоначальные границы. И разросся до размеров большого мегаполиса. Хотя Москва все равно больше. И по размерам, и по численности населения. Ну а теперь, коллеги, мы подошли к самому главному. Мы подошли к карте Парижа. По астрологической карте. Поскольку вы все изучали кельтскую историю, то вы, надеюсь, помните, что календарь у кельтов, он был основан на четырех особых датах, которые из года в год повторялись. Это были главные кельтские праздники. Имбольк, Бельтейн, Лугносад и Самейн. И вот именно вокруг этих праздников был организован специальный агонический агам. Агам мы это изучали, как агам, агонический календарь друидов, где еще все это помещалось на фаланге пальцев руки. И получилось, что здесь 20 деревьев, а вообще-то 22, но два не вошли. Не помните, кто не получил? Сосна не получила и бук. Совершенно верно. Сосна и бук не получили своего места в агамическом порядке, но остальные деревья они получили. И они организовались в такие вот четыре пятерки. Их 20. Первая пятерка это береза, рябина, ольха, ива, ясень. Вторая пятерка, она вот так вот по фалангам идет. Боярышник, дуб, падуб, лещина, яблони. Что из себя представляет карта Парижа? Карта Парижа представляет из себя воплощенную в географии кельтскую схему. Вот я повторюсь, вы первые, кто знакомится с астрологической картой, причем это карта не древнего, а это карта современного Парижа. Современный Париж по аналогии с вот этим агоническим порядком, он поделен на 20 административных округов. 20 округов, причем в каждом округе есть свой мэр. Вот это отличает Париж от Москвы, потому что ни Юрий Михайлович Лужков, ни нынешний мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, я думаю, не перенесли бы новости о том, что помимо них, но если сравнить округа с нашими округами, у Москвы сейчас уже, по-моему, то ли 11, то ли 12 округов, ну, с присоединением новой Москвы, что будет еще 11 Сергея Семеновича. Перенести эту новость было бы решительно невозможно, а в Париже именно так, сколько округов, столько и мэров, для того, чтобы не было коррупции, для того, чтобы власть была рассредоточена и было с кого спросить, потому что такой мегаполис и один мэр, это, в общем, может породить довольно сложные ситуации, когда все концентрируется в одних руках, в общем, 20 округов с мэром в каждом округе. А что такое 20 округов? 20 округов это вот эта агоническая схема, которую вы в свое время изучали на курсе кельтской астрологии. Причем сами округа, они закручены в виде улитки. Улитки по часовой стрелке, то есть соблюден принцип, который называется по-салонь. Соблюден принцип, который называется по-салонь, то есть по-солнцу. Ну, давайте посмотрим, как закручена парижская улитка. Я вижу, вам ничего не понятно. Что сейчас на экране? Это что? Округа. Это карта города. Округа. Карта города, где структурной единицей является округ. Сколько округов еще раз? 20. По числу агонического кельтского порядка, потому что все кельтские традиции в Париже живы как нигде. Как нигде живы до сих пор. Вот это синего цвета, это что такое? Это сен. Она как вот Москва-река, по аналогии, она протекает сквозь, через центр города и вот так вот огибает. Коллеги, а теперь посмотрите, как все организовано. А еще мне эта схема всегда напоминала головной мозг человека. Если вы посмотрите по форме, то невероятно похоже. Невероятно похоже. Это я к тому, насколько Париж не только город по агрологии, но насколько там еще очень много меркурианских функций, поскольку форма Парижа полностью совпадает. Ну нас с вами фэн-шу этому учил, что если что-то на что-то похоже по геометрической форме, то можно проводить аналогии. Париж это Москва. Итак, смотрите, округ номер один, округ номер два, номер три, номер четыре, пять, шесть, семь. И вы увидите, что если вот так провести линию, то у вас получится улитка, у вас получится спираль. Если идти по номерам, улитка-спираль, закрученная по часовой стрелке. А все, что по часовой стрелке, это называется, у славян называлось посолой. То есть по солнцу, значит, то, которое богом или богами вскормленное. Все, что по часовой стрелке, посоломное. Вот пошла-пошла спираль, вот пошла спираль. И ориентироваться по этой карте очень просто. Для этого нужно знать, к какому, это если, допустим, мы говорим уже о применении этой карты, о применении этой карты к практическому использованию, как мы картой Москвы пользуемся, в каком районе хорошо жить, в каком районе плохо жить, как пользоваться этой картой. Для этого вам только нужно располагать информацией об агоническом порядке. Вот в обновленном виде эта информация у вас есть в книжке «История в кинолектории». У вас есть и просто учебник по Таро, но он, так сказать, не новый. А в этой книжке книжка Ревзиной. Кто на Новый год приобретал? Ну, я приветствовал, чтобы эта книга появилась у нас в школе, потому что она биография ненамного, гораздо больше она для нас у своими учебниками. Там еще что ценно, там мы с ней так это обговорили, что приведем вот эти вот друидические заклинания, которые друиды произносили как молитвы или заговоры, каждому дереву соответствует свое друидическое заклинание. И если ты его произносишь, то небо тебя слышит и посылает тебе соответствующий отклик. Первое дерево в агоническом порядке – это береза. Береза, все, кто родился с 1 по 18 февраля. И есть у нас, кто родился с 1 по 18 февраля. Кто в этом промежутке? Никто не родился с 1 по 18 февраля. Ваш округ первый. То есть береза соответствует первому округу Парижа. Следующее дерево – рябина, второй округ Парижа с 19 февраля по 7 марта. Кто родился с 19 февраля по 7 марта, вам идеально было бы поселиться во втором округе Парижа или в тех округах, которые по агоническому порядку, язык, язык рук, кельтский язык с вашим деревом агоническим гармонирует. Гармонирует. Вот это второй округ. Третий округ Парижа – это Альха. Альха – те, кто родился с 8 по 25 марта. Кто родился с 8 по 25 марта? Третий округ Парижа ваш. Четвертый округ Парижа – Ива, кто родился с 26 марта по 12 апреля. И дальше все деревья, каждая из них соответствует определенному округу Парижа. И двадцатому последнему округу Парижа, двадцатому соответствует Тис. Это в агоническом порядке, родившиеся с 13 по 31 января. Да, вот в том-то и дело, что с одной стороны мы изучали деревья по календарю, когда мы определяли принадлежность к дереву по дате рождения. Это не агонический порядок. А агонический порядок – там другие даты. То есть вы, кто родился с 13 по 31 января, они не Тисы в обычном понимании кельтского календаря, но они Тисы в агоническом. И когда речь идет о карте Парижа, то применяется именно агонический порядок. Агонический порядок. Я все это диктовать не буду, у вас книжка есть, там все детально приведено. Это двадцатый округ Парижа. В современном Париже астрологическая структура настолько четкая, что она фигурирует даже в индексе. Вот в Москве люди, если про нашу карту не знают, то они и не знают, что они в секторе льва живут, или в секторе рака, или в секторе девы, и ничто им на это нанекать не будет. В Париже мозг, у каждого округа свой индекс. Ну как у нас почтовые индексы, только они там пятизначные. У нас индекс шестизначный. Кто помнит свой почтовый индекс? Четыре человека. Помнят свой почтовый индекс по адресу, где вы живете. В Париже. Индекс пятизначный. В смысле не в Париже, а вообще во Франции. Индексы пятизначные. А конкретно в Париже последние две цифры индекса. Если ты живешь в первом округе, то у тебя будет 0,1 на конце индекса. Во втором округе 0,2. В третьем округе 0,3. Они мозг двадцать мэров, а не один, в руках которого сосредоточена бесконтрольная и неограниченная власть. Внутри каждого округа, каждого из двадцати, каждый округ поделен на четыре квартала. Ну как четыре масти дорог, вы знаете, или четыре сезона года. И в каждом квартале своя полиция. И нету ГУВД, опять-таки, для пресечения Главного управления внутренних дел по городу Москве. Для пресечения нежелательных явлений. Четыре полиции в каждом округе. Четыре квартала, и у каждого квартала своя полиция. То есть, получается, что двадцать мэров и восемьдесят начальников ГУВД. А в Москве один. Один. Когда их восемьдесят, то намного труднее делать что-то не так, чем когда ты один. Как вы думаете, в руках начальника ГУВД по городу Москве сосредоточена большая власть? Огромная. Огромная. В Париже это все продумали. Поэтому мэров двадцать, а ГУВДшников восемьдесят. Вот и попробуй, и попробуй нарушить закон, когда таких, как ты, рядом с тобой много. Все это, мне кажется, очень по уму и очень астрологично. То есть, если вы живете в восемнадцатом округе, то вы об этом знаете в любом случае, потому что почтовый индекс вашего адреса будет кончаться на восемнадцать. Кроме того, вы сразу смотрите в агоническом порядке восемнадцатое дерево, и смотрите, ваше дерево гармонирует с ним или нет. Нет, вы поняли принцип? Ваше личное дерево. Вот восемнадцатое дерево в агоническом порядке это Верес. Верес. Восемнадцатое дерево. Верес Глипа. Буква Ю. Но, допустим, вы сами и оказались рожденными с восьмого по двадцать пятое декабря. Это было бы лучше всего. Но у вас другая дата рождения. Как вам проверить, подойдет вам это или нет? Хорошо ли вам жить в этом районе или нет? Мы проверяем по тому кельтскому правилу. Вот оно, вот восемнадцатый округ. А ваша буква агоническая, например, не Ю, а Т. Хорошо вам будет? Да. Вы на одном пальце. Или на одной параллели. Да. То есть надо быть на одной вертикали или на одной горизонтали. А если, например, ваша дата рождения соответствует букве Ж, а буква Ж никак, ни на одном пальце и ни на одной параллели, то вам жизнь в восемнадцатом округе Парижа не подходит. Что непонятно. Там карта даже более четкая, чем московская. Потому что в Москве у нас двенадцать домов, где есть хорошие, есть плохие, есть какие-то непонятные, типа, например, ты живешь в третьем секторе или в седьмом секторе. Он неоднозначно ни хороший, ни плохой. В Париже карта астрологическая намного более четкая. Там нету промежуточных вариантов. Там только или ты живешь в благоприятном для себя округе, или в неблагоприятном. Но я повторюсь про восьмое июля. Я уверен, что восьмое июля это вот такая вот удивительная, уникальная дата. Это и Петр и Феврония. Это день любви и семьи. И это дата основания, основания Парижа. Я хотел показать вам генитуру Парижа. Она необычна. Вот это самое, восьмое июля 52-го года до нашей эры. До нашей эры, если вы хотите построить карту, то, ну, какое-то событие вас интересует, то просто там, где год, нужно еще набрать английскую букву Б. Б. Б это before Christ по-английски. Before Christ это то, что у нас называется до нашей эры, до рождения Христа. То есть база строит гороскопы и туда, до нашей эры. Имейте это в виду, ну, так, для интереса. И я построил эту карту на полдень. Ну, это генитура. Она строится на полдень. Хотя тут 11.50. Это я сделал поправку на удаленность от Гринбича. Так вот, коллеги, что бы вы сказали об этой карте? Это гороскоп Парижа. Что бы вы сказали об этой карте? Хочу услышать комментарий. И необычная карта, заболящая. Нет, солнце на МЦ, коллеги. Вот как раз солнце на МЦ, это сделал я. Потому что генитуры строятся, ну, как юридические лица, квартиры, ну, вы это знаете. На 12.00. Потому что нам не дано знать, кто первым выкопал ямку на острове Сидея и сходил в нее в туалет из этих самых Паризи. В какой момент времени они выкопали ямку, генитуры строятся на полдень. Но, коллеги, карта же феерическая. Феерическая. Все планеты над горизонтом. Увидеть Париж и умереть. То есть, вот этот девиз. Город, открытый всему миру. Париж входит в число самых посещаемых городов мира. Самых посещаемых. Намного более, чем Лондон. Лондон менее посещаемых. Берлин менее. Особенно после разрушения Берлинской стены. А Париж один из самых посещаемых городов мира. И это не только столица Адеронда. Париж это всемирная столица любви. Вот вам Петр и Феврония. Теперь посмотрите. Все над горизонтом. Под горизонтом только одна планета. Марс во втором доме. Ну, еще Херон. Но Херон можно в силу того, что мы сейчас обсуждаем до нашей эры. Херон не обсуждать. Марс во втором доме. О чем говорит? Да, что если вы приехали в солицу любви с пустым карманом, то лучше было не приезжать. Париж требует затрат. Ну, как Марс во втором доме. Марс, правда, в Скорпионе. То есть он добрый. Но имеется в виду, что это город соблазн. Что, ну, еще бы не соблазны. Сплошные соблазны. А соблазны надо оплачивать. И поэтому Марс во втором доме. Все, кто туда приезжает, они много тратят. Да, много тратят денег. Но они остаются все равно довольны. Они добровольно тратят. Они этого хотят. Я имею в виду и французов, и гостей Парижа. Они этого хотят. А вот, коллеги, адрология наша. Адрология это же искусство какой планеты? Венеры. Венера в зените. Венера во льве. И рядом Нептун на колесе фортуны. Вот адрологическая комбинация. То, что Франция это страна номер один по парфюмам. А Париж это столица этой страны номер один. На мой взгляд, прекрасный городокоп. Хотя страшная революция была запрограммирована изначально. Я имею в виду та самая, в гарниле которой погибла Мария Антуанетта и много-много других парижан. Что тут на революцию указывает? Уран в одиннадцатом доме, где он и есть самый революционный и злой вольвер заточить. Лоль уран в одиннадцатом доме. Плутон в девятом на марсианской звезде Кастер. Уголовная, плохая звезда. Это то, что на Париж не гулярно нападали. То снизу римляне захватили. То сверху германцы набегали. А потом Париж был полностью оккупирован во время Второй мировой войны. В Плутон в девятом доме все время иностранцы захватывают Париж. Как сказал Шарль де Гольф, когда Париж был освобожден от немецкой оккупации, Де Гольф сказал, что Париж унижен, растоптан, оскорблен, но зато он теперь свободен. Ну то есть будем возрождаться к новой жизни. А немцы разгуливали там, как хотели. Ну они считали, что французы не соперники. Не соперники, но карта шикарная. Как вот такая конфигурация планет называется? Чаша, конечно. Это чаша. Все над горизонтом. Поэтому максимальная экстравертность. Максимальная экстравертность. На днях она проявилась в приступе любви и дружбы. между Дональдом Трампом, человеком европейским, и юным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трамп воспылал к нему примеренной любовью за то, что Макрон принял участие в налете на Сирию недавно и противостоянии России. И Трамп, как человек искренний, на последнем приеме, прием транслировался по всему миру, не знал, как еще выразить свои чувства Макрону, и обнимал его, и целовал. А под конец вот так вот сделался, так что даже готов стряхнуть с его плеч перхоть. Мне было сказано, что перхоть человеку, который приехал из Франции. Но Трамп не хотел эту обидеть, хотя получилось довольно осмысленно. А, да, весь в Верхоти приехал без шампуни, от Верхоти даже не воспользовался, да. Но это он от избытка чувств. А еще он это делал с удовольствием, я про Трампа, чтобы умыть этих двух баб. Он вообще шаминист и ярый, хотя у него и Венера не в теле, но ведет себя как Венера в теле. Ярый женоненавистник, я имею в виду Трампа, а эти две, это я кого имею в виду, Англию и Германию, а потому что бабы ему отказали напасть на Сирию. Он обращался к обеим, первой отказала Ангела, сказала, что Германия не присоединится к США в налете на Сирию. А потом Тереза Мэй, она вроде то отказала, то согласилась, то передумала, а он этих баб ненавидит, в смысле вообще всех. И объять теплота к Макрону, это была демонстрация, что теперь Америка Франции будет помогать, а эти две пусть справляются. А они в ответ теперь объединились против Макрона. Да, они как женщины оказались уязвлены и объединились против Макрона. В общем, политические игры. Коллеги, карта Парижа красивая, а Нептун на колесе в раке водный, это шампанское еще, не только духи. Нептун это же шампанское, ведь родина шампанского Франция, и шампанское не менее уникально, чем духи. Я имею в виду в культуре человечества, и это Нептун на колесе фортуны в водном, в водном знаке, на диаха духи, шампанское, цветы, тоже это Венера и Нептун, флористика. Во Франции проходят международного уровня по флористике все мероприятия, и они тоже считают себя флористами номер один, законодателями флористической моды. Ну, о карте Парижа я могу говорить бесконечно.